Если не хватает электричества, мы должны импортировать электричество. Вы тут же показываете. Нема из Рад, не вы лично, я говорю на вашей площадке, я вас лично не обвиняю. Пока нельзя электричество ни в коем случае импортировать у белорусов. Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь с Россией не идет? Там северный поток блокируется? Как нельзя? А что должно делать государство? Даже на голову не натянешь то, что у вас там происходит. Поэтому я и говорю, что это медиавойна. И я считаю, что вы служите олигарху, к сожалению, уже не олигарху. Я говорю большой бизнесмен, потому что через несколько месяцев, вот тогда мы можем назвать этих людей олигархами и так далее. Поэтому я сказал, хотите вы этого или не хотите, это так. А я, а я делаю свою работу ежедневно. Защищаю государство. Вот и все. Поэтому мы по-разному... Соня Кошкина, пожалуйста. Саввік, я перепрошу, это не дискуссия, но мы не можем, мы можем это все тривати вечно. Соня Кошкина, пожалуйста. Избирательное законодательство надо менять. Вот за выборы они заговорили. У нас фактически сейчас все отдано партийным структурам. Приходит избиратель и выбирает то, что ему предложат. А чтобы самим выдвинуться все, и большие залоги, а на местных выборах в областных советах только вообще от партий, только в селах можно самовыдвижение. Надо делать избирательную реформу, всем одинаковые условия. То есть выходит одна печатная газета с биографиями, фотографиями кандидатов. И все. Вот и вся агитация. Всю избирательную кампанию сократить до 25 дней вместо трех месяцев и двух там на разных выборах. 25 дней этого достаточно и раз в два года проводить выборы. Потому что на пятилетку в 21 веке избирать это очень неразумно. Все быстро меняется. У нас смотрите 6 президентов было и все вот так вот оно идет на месте топчется с этой выборной системой по 4, по 5 лет. В Советском Союзе и то было по 2,5 года сделали в одно время выборы. Реформы медицины. Потому что при таких тратах из бюджета, которые мы можем себе позволить, есть природные ископаемые, можно иметь хорошую бесплатную медицину. Ну то есть на пресс-конференции они все говорят о своей тусовке, как там у них что происходит, кто на кого наезжает, какие группы. А основном, самом важном о реформе никто не говорит. Вот административно-территориальная реформа у нас 90 лет все еще, как при советской власти было. То есть административное деление и все остальное. То есть нужно проводить эти все реформы, делать их. А что они хотят? Реформы можно провести безболезненно, в отличие от других стран, потому что у нас много природных ископаемых и других богатств. Так что тут только иметь желание и волю. Редактор субтитров А.Семкин